здравствуйте пришла посылочка сайта iherb посылка от 17 февраля была заказана и 2 марта она у меня то есть за по моему 14 дней я посчитала она дошла но обычно так 12 дней доходит у меня чуть не произошла такая как бы ситуация я заказала вот предыдущую посылку которую я выложу видео я ее заказала на три дня раньше так как iherb не отправился практически сразу через два часа эту эту посылку они на таможне оказались в одно и то же время как так получилось и я боялась что они пересекутся и сумма превысит 150 евро и мог быть таможенный лимит но каким-то чудом эти посылки несмотря на то что оказались до таможни в один и тот же день на оформление на не оказались только с разницы их выпустили в час то есть они как бы шли видимо по конвейеру ну так рисковать я больше не буду лучше если посылки даже три дня четыре разница заказывать на разные фамилии можно даже на один адрес то есть вы можете на себя или еще на кого-то дело потому что ограничение идет одной посылки единоразово если на таможне вместе они встречаются 150 евро должно быть если превышает то там таможенные пошлины там всякие собираться я не знаю каким образом я их еще не платила но не хотелось бы переплачивать сумма превышения там по насчитывается какая-то пошлина и в месяц ну для это я говорю для украины для каждых стран свои ограничения потому что например в европе там вообще по 40 евро в месяц по моему можно заказывать импорт у них а в месяц можно заказать тысячи на 1000 евро получается поэтому главное чтобы не пересекались они эти посылки на таможне в один тот же день вот так делать выход такой что заказывать на на разные фамилии там на кем вы живете близких своих можно на один адрес даже эта посылочка тоже небольшой коробки пришла не у него огромный что здесь я заказала это был по акции тоник от модерлапс я такую же брала тоник с розой и такой же брала но в общем получилось у меня заказать еще по скидке там нету ограничений видно на количество они не не ставят ограничение на количество этот тоник за 2 доллара мне достался единственное что хочу сказать я уже пользуюсь таким тоником с розой они здесь алкоголь не содержат но в принципе это не те тоники которые можно распылять на лицо это тоники которыми можно хорошо протирать лицо потому что если распылять на лицо тоник вот этот именно то у меня как чувствительность такая появляется ну не у всех такая реакция я слышала что есть тоже такая же реакция как у меня здесь получается этот тоник с гомомелисом я так понимаю этот тоник да у нас алоэ вера здесь составе состав такой принципе алоэ вера до гомомелис экстракт здесь есть фруктовые кислоты поэтому возможно вот идет такое немножечко не щадящие скажем очищение ну тоник хороший как бы хорошо им протирать лицо за написано что тонирует натуральный очищает увлажняет очень все это делать большущая такая банка за я пользуюсь несмываемыми кондиционерами я перепробовала уже много конечно кондиционеров с айхербом которые в спреях в основном кондиционеры только атакуры нормальные которые действительно хорошо увлажняют волосы там для вьющихся волос они хорошие выпрямляют и и завивают в общем все как бы вместе это получается сурья бразил марка фиксация цвета я уже заказывала этот кондиционер и он даже еще я заказываю несмываемый кондиционер тоже кремовый от bwc и вот я их чередую вот из всех кондиционеров которые перепробовала мне даже сейчас 2-3 кондиционера в спреях стоит который вообще никак здесь вот не хороший состав я иногда просто на корни волос брызгаю ну вот именно сами волосы если после мытья я пользуюсь шампунем кондиционером смываемым и потом вот этим не смываем и вот этот кондиционер очень у меня летом еще закончился где-то в конце лета или осенью и вот еще за его опять заказала потому что у меня закончился кондиционер bwc и вот я как бы чередую вспомнила про этот кондиционер у него очень много хватило здесь 300 миллиграмм натуральная растительная здесь основа его делают в бразилии я его правда переливаю с дозатором потому что он густой такой ну пахнет он хорошо не скажем не как масс-маркет и никак сильно натуральный что-то средне такое как еще он кажется там написано что фиксирует цвет ну это эту функцию я сильно не прослеживала мне это как-то не волновало сильно вот состав вроде здесь тоже мне мне нормально кажется натуральных много ингредиентов хороший состав вот могу посоветовать этот кондиционер несмываемый если у вас вьющиеся волосы или там прямые волосы он очень хорошо увлажняет завитки такие делает живые хорошо расчесывается ничего не скрепляет не пересушивает и не слепаются скажем так волосы он не жирнит вот я на концы наношу волосы и так распределяю на влажную на влажные волосы наношу его но все не смываемые кондиционеры желательно наносить на влажные волосы а потом расчесывать уже волосы и тогда не так вытираются волосы для расчесывания в основе я наношу и чтобы не пушились вот все все что мне требуется от несмываемого кондиционера он делает масло ромашки вот такое германская ромашка мне как-то его просили несколько раз заказать и вот этот раз я себе заказала он на основе жжоба масла есть еще германская ромашка там еще какого-то вида она дороже то ли на честной основе это такое синеватое масло оно очень хорошо для кожи заживляет прыщи очень хорошо и шрамики я так поняла до даже заживляет очень у него хорошее действие именно для кожи его кстати добавляют часто в крема вот его можно кстати в свой крем даже копать наносить на лицо в общем такое масло я давно его хотела вот я заказала от ауракасия очень хорошие масла я и аромомасла и уходовые масла использую у них очень натуральный состав нету такого химического как в аптеках у нас масла что голова может от ароматерапии разболеться ничего такого с этими маслами нет масла высококачественные единственное дату смотрите на сайте потому что маркировки на упаковке с датой нет еще из косметики я заказала корейский такой крем мизон там есть в черной упаковке и в коричневой в черной упаковке на тот момент не было но я уже не могла терпеть хотела улиточный крем заказать здесь 92 процента улиточной слизи получается как ее там добывают там интересно все чем эти хороши крема они я их еще не пробовала здесь все запечатано все это они хорошо увлажняют они гелево-кремовой консистенции улиточная слизь хорошо заживляет даже у хорошие отзывы потому что под глаза даже наносят и очень хороший эффект даже от геля от крема под глаз для глаз не до такого эффекта я читала отзыв как вот от этого крема но я верю потому что вот эта улиточная слизь она она улитки там никак не пострадали просто добывают там есть фирмы где там этих улиток немножко пугают там шерудят по коробке это поняла заставляют их поволноваться и они тогда выпускают эту слизь собирают ее там фильтруют там с водой смешивают как-то так вот ее делают и просто каким образом обнаружили ее действие что люди которые на фермах разводили этих улиток у них очень хорошо выглядели руки молодые всегда были и заживали очень быстро раны поэтому тут стали изучать эту улиточную слизь и оказалось что в ней очень много регенерирующих всевозможных компонентов как бы в составе и вот 92 процента здесь улиточная слизи и все остальное здесь тоже дата есть корейская косметика легендарная она на эхербе так что переходите по ссылке теперь вы можете корейскую косметику по хорошим ценам в принципе купить на эхербе и есть еще такой в черной баночке крем тоже о нем хорошие отзывы но его просто на тот момент не было но в принципе по составу они идентичны и поэтому я заказала буду пробовать на лето я думаю он будет как раз самый раз потому что я так поймал он легкий как все принципе корейские кремы у меня есть еще там аква марки крем он действительно легкий такой приятный запах имеет его даже днем можно и вечером те любят конечно корейскую косметику теперь она на эхербе это очень хорошая я раньше кстати только она эхербе познакомилась корейской косметикой раньше я не заказывала ее нигде не покупала не в корее не в китае нигде вот он он такой стеклянно тяжеленькой баночки им делана в корее 75 миллиграмм здесь фильтрат улиточный фильтрат здесь и тому подобные ингредиенты вот марка мизон на эхербе можете ее смотреть там есть черный креп еще другие марки другие там сыворотки у этой марки есть другие продукты заказала вот такой освежитель воздуха он убирает запахи то есть нейтрализует запахи кухни туалета там всего там неприятный запах но он как нейтрализует получается запах дыма и неприятные запахи состав вроде натуральный не токсичный потому что эти все что у нас продаются освежители я вообще их ненавижу я делаю сама освежитель с натуральных масел там добавляю любимые масла в воду просто и разбрызгиваю вот но решила взять готовый здесь его надолго хватит для мытья посуды заказала вот такой это большая такая бутылка здесь 739 миллиграмм я раньше другой марки брала для мытья посуды жидкость но сейчас эта марка ушла сайт перба к сожалению поэтому надо довольствоваться тем что есть а если вам что-то нравится то на всякий случай закажите наперед что-то потому что бывает такое что очень хорошие марки с хорошими отзывами просто уходят здесь большими буквами все ингредиенты написано по отзывам очень хорошие натуральные не токсичный натуральный состав самый наверное натуральный который есть я так поняла составной кербе может не самый там много хороших как бы ингредиенты вода лаурил гликозид содиум лаурил сульфат алкоголь динат содиум хлорид глицерин содиум цитрат странно что я взяла слс здесь есть это плохо кстати в еду попадет ну очень внимательно я конечно выбирала но что-то я наверное не дочитал здесь вот такой дозатор но я переливаю вот это марка метод у них жидкость для посуды в удобных бутылках вот с таким дозатором и вот я просто все жидкости для посуды которые я покупаю здесь или в америке переливаю туда и прекрасно пользуюсь потому что не надо брать в руки просто нажал на колпачок и выдавил средства мне нравится кому-то это не нравится мне нравится кстати тоже метод хотела заказать для смягчения ткани тоже убрали тоже очень у них был очень свежий мне очень понравился долго мне хватило концентрат такой для кондиционер для стирки и его тоже нет на ахербе так что я говорю что уходят какие-то или продукты или марки здесь получается это для стирки жидкость концентрированная на 50 стирок четыре раза надо нажатие на одну стирку получается такую среднюю ну можно чуть больше нажать смотря какое количество стирки какие загрязнения fresh air называется свежесть тоже я помню маленькой баночки заказывала такую же но не помню заказывала не заказывала буму fresh air как раз был у них кондиционер не знаю ну порошок жидкий мне тоже очень нравится как бы хорошо он стирает нормально более-менее от метод или заказала порошок повторно он тут пахнет наверно на всю посылку это именно он благовониями индийскими это получается порошок в пакетиках ветивьер называют называла как то с ароматом пачули он был и не помню какой вроде как я так нашла что это он это этот порошок мне очень нравится аромат от grab greens порошки которые дозированные здесь получается 24 таких и мешочек а которые в саморастворимые которые бросаешь машинку же и все и стираешь 12 я бросаю один или 21 потому что он очень сильно ароматный и лучше добавить кодал такой жидкости какой-то для стирки он больше как даже для ароматизации и хорошо смягчает по моему даже не надо кондиционером пользоваться так 432 грамма они из больших упаковка упаковках принципе очень хороший порошок натуральный порошок очень вкусно посылки наверное того вот такой есть такой есть как бы такая молния сейчас удобно очень застегивается очень пухучий сейчас не закрою воду сейчас всю комнату мне запахнет то я повторно заказываю такой сахарозаменитель это науфудс марка делает сахарозаменители очень хорошие они ну для диабетиков они не подойдут потому что здесь агава содержится насколько я понимаю агава не подходит диабетикам блюжу голубая агава здесь органический инулин из голубой агавы и стивия экстракт но мне почему нравится он не имеет привкуса вот как стиве если в каплях там или еще какая-то стиве в порошочке хороший такой подсластитель мне хватает его 2 1 пакетика на чашечку на одну чая но если с лимоном я конечно добавляю сахар потому что отдельно стиве мне не нравится как с лимоном с кислотой она как-то не справляется а с обычным каким-то чаем когда хочется такого сладковатого вкуса то он очень хорошо справляется здесь 35 пакетов есть еще на их любит другой марки все хочу заказать по моему 70 или 75 пакетов тоже вот с подобным составом но все как-то у меня не помещается в послуг повторного у меня соевое молоко я рискнула заказать это соевое молоко от ноуфудс потому что я заказывала в банке там подороже почти в два раза молоко на это не очень были хорошие отзывы что он там не растворяется ну слова это молоко она дешевле намного и она хорошее на тот момент когда я делала заказ по моему в банке не было как раз наличие я повторно заказала вот это молоко я его сыплю просто в овсянку сухую и добавляю воды и получатся у меня как на молоке да овсянка на соевом и в тесто тоже можно его разбавить единственное почему она видимо не нравится я так поняла у него очень она мелко перетерта и вот такая структура что она не сразу растворяется но она прекрасно растворяется просто надо подождать поэтому может и не нравится из-за этого а так принципе хорошие соевое молоко я не принимаю молочные продукты поэтому я беру иногда соевое молоко кокосовое кокосовый крем вот этот раз для такого маслянистого молочного вкуса хорошо нам не заменяет молоко я добавляю его в тесто для блинов тесто там для пиццы можно добавить в омлет ну в общем все что вам надо такое как молочный такой вкус делать вы можете добавить добавлять соевое молоко ну по своей конечно там неоднозначные отзывы там тоже тоже не надо сильно злоупотреблять ну как бы ложечка там столовая в день если там пол чайную ложку в день употребляю и этого очень долго хватит поэтому я не злоупотребляю свою стараюсь не злоупотреблять так еще для иммунитета я запаслась тут препаратами все для иммунитета получается у меня такой набор эпикур эстер c витамин c и самбука самбука это бузина вшипучая с цинком принимается это это я запасла сейчас идет весна возможно какие-то опять вирусы там как бы там иммунитет вы не укреплял но приходит когда какой-то вирус бывает что ты не не готов потому что там пропиваешь что-то там для иммунитета ну хочется мне захотелось доказать что такое что как вот уже если например все какие-то появились симптомы чтобы быстро поднять иммунитет и помочь своему организму быстро справиться с простудой и не перейти в те симптоматику такую ужасную вот как раз бузина очень хорошо витамин c это делает это шипучие таблетки здесь получится цинк витамин c и бузина я так понимаю в составе достаточно одну шипучие таблетки выпить и через два часа попускает я так поняла и во время простуды еще можно там пропить несколько дней там две таблетки в день три по желанию я я думаю что здесь до четырех наверное ограничения штук по моему главное больше четырех не пить до четырех не не пейте больше четырех в день вот такой лимонад получается шипучие и пишу что через два часа очень получают облегчение люди и если чувствуются какие-то появились сопли ломота принимают вот этот самбукол получается это бузина но бузина есть бузина есть там и в пакетах там но такой привкус не очень да там может быть вот поэтому я заказала вот такой шипучий давно его хотела он там по акции как-то шел ну это я по-моему не по акции взяла его просто за полную даже цену возможно и заказала витамин c стр c называется это натуральная формула витамина c она отличает от витамина c что здесь нету аскорбиновой кислоты здесь натуральный витамин c который не раздражает желудок и и вот у меня бывает от передозировки если я долго пью витамин c появлялась аллергическая реакция от этого не должно появиться реакции потому что ну потому что часто аллергическая реакция в желудке может там как-то кислота раздражать ну передозировка витамина c она всегда чувствуется вот это очень классный витамин c он тоже кстати принимается некоторые его его можно я взяла чисто для профилактики пропить ну и оставлю наверное там немножко на случай если там какая-то простуда привяжется такое тоже может быть общественные места все-таки никто не обезопасен от этого какому иммунитет не был вирусы сейчас изощренны поэтому я вот этот витамин c пропью курсом по одной таблетки в день в двух штуках 1000 миллиграмм для профилактической дозы 500 миллиграмм хватит а во время болезни если вам надо поднять иммунитет то даже 4 грамма надо то есть вот до 6 таблеток получается вот таких даже больше до до 8 ну короче говоря где-то надо пить 2 2 таблетки 3-4 раза в день витамин c я читала отзывы люди молодцы они дают детям одну таблетку и даже одну-две таблетки взрослому дают и на утро просыпаются как огурчики все хорошо нормально становится витамин c он разжижает кровью него в принципе действие как аспирина поэтому он и жаропонижающий действует кто не знает просто пьют витамин c думал что он для иммунитета только но витамин c он еще разжижает кровь действует жаропонижающий поднимает иммунитет и очень хорошо можно избежать вот этих всех неприятных симптомов обострений и на корню как бы простуду боль в горле там какая-то сопли в общем все это убрать вот заказала в этой форме давно хотела есть большой упаковки здесь 90 вегетарианских таблеток в составе здесь получается в двух таблетках 1000 миллиграмм витамина c эстер c кальциум аскорбат 110 миллиграмм кальция и цитрусовые биофомноиды комплекс 400 миллиграмм всевозможные там ацерола там ну всевозможных цитрусовых там короче говоря вот поэтому обратите внимание если вы принимаете витамин c то вот обратите внимание на этот это самый такой без он не на почки плохо не влияет не нормально нормальной почки и желудок у кого витамин c не принимает вот этот витамин c должен вам очень хорошо подойти и конечно же читайте line у спаллинг был такой доктор который рекомендовал вообще 4 грамма в день витамина c и он принимал витамин е в больших дозировках и витамин c поэтому излечился там от серьезных заболеваний с костями там у него были проблемы с чем-то еще какие-то были многие конечно там витамин c если вы посмотрите в интернете рекомендуемую дозировку 60 миллиграмм поэтому многие витамин c не верят потому что принимают неправильную маленькую дозировку здесь правильная дозировка в америке у них правильной дозировки 500 миллиграмм в одной как бы таблеточки поэтому принимайте одну-две таблеточки во время простуды и я пью 500 миллиграмм в день как бы для профилактики если про него пропиваю периодически вот баночку и еще из этой серии я заказала эпикур эпикур такая добавочка пищевые дрожжи поднимает ему тебя как-то брала в пробнике сильно я не попробовала действия потому что не испытала действия никакого потому что ну как бы маленькая была упаковка непонятно было вот их рекомендуется принимать одну штучку в в день когда начинается какая-то простуда есть такие же детские это получается сахаромицеты дрожжи сахаромицеты если например есть кандидоз там есть как бы ограничение на него потому что он тоже долго его не надо пить его просто во время простуды потому что принципе эти дрожжи могут все-таки увеличить рост кандиды есть такое но то же время они очень хорошо работают во время простуды и они и как иммуномодуляторы работают в отличие от эхинацея которая очень сильно задирает иммунитет как бы поднимает да это может тоже сказаться не очень хорошо то вот этот эпикор вот эти пищевые дрожжи так этот дрожжи которые пекарские то есть они применяются раньше такие дрожжи давали как бы для иммунитета для веса там наращивание веса кому надо было восстановиться вот и получается люди пишут что через два часа после принятия одной вот этой двух таблеток капсул сразу идет облегчение то есть и на утро люди встают здоровыми ну попробую это я про запас взяла на случай если какая-то простуда гриппа такая вот посылочка с этой хирп спасибо за внимание спасибо что смотрите мои видео спасибо что подписываетесь на канал спасибо что используете мой купон с gsm24 ему вы можете воспользоваться перейдя по любой ссылке которая ведет на сайт сайта хирп и ваш перед вашим заказом перед самым оформлением и мой купон тогда пройдет спасибо за внимание спасибо что смотрите всем здоровья до свидания